Сегодня мы поговорим о том, что делать, если нам необходимо находить вероятность редких событий. Потому что иногда непосредственно учтение вероятности при использовании формулы Бернули. Достаточно процесс трудоемкий, и поэтому мы просто просмотрим конкретную задачу и посмотрим, чем будет равняться наш ответ по результатам учтения. Вероятность изготовления несандартных изделий равняется 0.03. Данные, соответственно, события являются редкими, потому что вероятность существа меньше единицы. То есть P намного меньше единицы. Найти вероятность того, что среди 2000 изделий окажется 5 нестандартных. Теперь вопрос первый. Когда мы можем говорить, что у нас нередко события? Ну, обычно, когда у нас сотые части будут составлять вероятность. Обычно, можно говорить, что редко. Тогда мы можем использовать в ту формулу по Ассона, которую я приведу. Но перед тем, как я использую формулу по Ассона, я запишу, как бы я решал задачу, используя формулу Бернули. Вероятность изготовления несандартных изделий такая вот. Знаете, вероятность, что среди 2000 изделий окажется 5 нестандартных. То есть, всего у нас 2000 изделий. И в этой массе будет 5 нестандартных. Вот я их 5 изобразил. Поскольку можно как бы изобразить, что у нас есть ячейки, в которых находятся эти изделия, да, ну, 2000, да, то общее количество перестановок всех вот этих вот несандартных изделий по всем возможным ячейкам, то есть мы же не знаем, какие конкретные детали, мы знаем только их общее число, будет определяться по формуле С5 из 2000. Вот. А сама вероятность того, что найти, допустим, 5 нестандартных изделий из 2000, будет определяться по следующей форме. То есть вероятность найти 5 нестандартных на вероятность обратную, равную вероятности, не найти 1995 нестандартных. Что здесь имеется в виду? То есть, поскольку у нас каждое нахождение нестандартных деталей является независимым событием, то здесь будет проходить умножение вероятности. То есть раз нашли, два нашли, вот каждая вероятность найти, и каждая из этих будет умножаться друг на друга. Поскольку у нас всего 2000 деталей, то вероятность найти точек ровно 5 стандартных, именно 5 нестандартных среди всей кучи, будет состоять в том, что мы можем найти только 5 нестандартных, а все остальные должны быть стандартными. Поэтому общая вероятность будет являться к произведению вероятности найти 5 нестандартных и 1095 стандартных. Потому что некоторые иногда, знаете, как делать, пишут без этой части. Потому что говорят, ну вот мы только нестандартно рассматриваем. А тут общий случай стоит в том, что должно быть умножаться 5 нестандартных. Вот это все, да? и 1995 стандартных. Ну и 1995 получается 2000 минус 5. И вероятность будет записываться как число перестановок, поскольку это будет характеризовать сколько раз вот эта вероятность может произойти, с учетом того, что мы просто будем учитывать перестановки между этими деталями. Будет записываться как C5 из 2000. Как показано было на одном из видео, это просто характеризует сумму всех вот этих вероятностей. По всем возможным нашим перестановкам вот этих 5 деталей. ПФ5 на единицу минус П1995. А теперь я обращу ваше внимание на то, зачем нам вообще использовать какие-то формулы для асиментатического расчета вероятности. Смотрите. Как вот рассчитать вот эту величину? По определению это у нас будет 5, 2000 в бактериал. Да? Это в числителе. Это число в числителе идет. А в номинации идет 2000 минус 5 в бактериал, то есть 1995 в бактериал на 5 в бактериал. Вот такой у нас будет знаменатель. То есть 5 в бактериал на 2000 минус 5 в бактериал. А что теперь делать, когда нам надо найти, вот допустим, вот эту вероятность, когда нам надо 0,997 возвести вот в эту степень. То есть 1995. Потому что если 0,03 мы еще в пятую степень возвести сможем, то вот это вот выражение равное единице минус 0,03, 0,997 возвести в эту степень достаточно сложно, и нам придется использовать приближение или пакет какой-либо вычислительный. Но методы, которые я сейчас приеду, не были придуманы, когда еще почти пакетов не было. И была разработана формула Пуассона, состоящая в том, что если событие является редким, то вероятность встретить К раз это событие от лямбда, где лямбда у нас будет равняться число вообще всех возможных деталей на вероятность, да, будет записываться. То есть если К, это вероятность того, что нам встретит событие К раз, при всем при этом это будет некоторая функция от лямбда, то есть нет такой, допустим, тривиальной логики объяснения, как вот здесь все сделано, то есть надо еще будет вводить эту формулу, но я вам приведу ее как есть, и покажу, когда ее эффективно использовать. Лямбда К, К подтериал на Е степени минус лямбда. При всем это лямбда, поскольку это искусственная формула, вот это естественно мне как-то кажется, но это не есть мягчика объяснения, но просто когда мы смотрим на эту формулу, мы можем ее сразу объяснить, исходя просто из каких-то размышлений по общей логике. Чтобы получить вот эту формулу, надо уже анализировать приближение, вот допустим, вот этой формулы в случае малых P. И так просто это не очевидно, как эта форма получается. И поэтому, когда мы смотрим на эту формулу, мы должны просто учиться ей пользоваться. Существует в том, что лямбда у нас будет произведение N числа достаточно большого числа вот этих редких событий. P – это вероятность этого редкого события, а K – это сколько раз нам это редкое событие необходимо встретить. Поэтому, если мы рассмотрим на эту формулу внимательно, то можем сказать, что в применении к нашему случаю эта форма будет работать, если, во-первых, P является маленькой величиной, и все это лямбда еще... лямбда равна Np меньше 10. То есть, во-первых, P должно быть редким событием, если Bb должно быть много меньше единицы, то этот коэффициент должен быть меньше 10. Теперь поставим все, что у нас здесь имеется в виду. Так, в нашем случае N – это 2000, потому что всего детали 2000. P – вероятность редкого события, будет 0.03. Теперь у нас возникает разумный вопрос, почему, а как, допустим, вообще определить, что N – это какие события, почему P непосредственно не связаны с N. То есть, нет такого же, допустим, если у нас здесь берется число нашей несандартной детали, то это должно быть вероятность на детали. Исутствует в том, что это просто материческая форма, которая исполнится в приближении. Здесь просто число несандартной детали пойдет, число всего общего детали, P – это вероятность нашего события, а когда будет председать число раз, которому это событие должно встретить. То есть, это будет как раз число наших вот как раз нестандартной детали. Поэтому можно записать, что P – 5 из лямбда N на P это где-то 6 получается. Лямбда, да? Будет равняться 6, 5 на 5 факториалов на Е степени минус 6. То есть, в нашем случае Enter будет общее число изделий, k равняется 5, поскольку это будет картизовать ну, допустим, k как раз равняется число вот этих возможных деталей из 2000, да? или там возможности выбросить в какой-нибудь сложном кубике какую-то там комбинацию. Вот. И еще, кроме всего прочего, вот этот условие должно выполняться, поскольку вот эта лямбда у нас будет равняться 6, как мы здесь показали, то это условие выполнено. И таким образом, просто выставляя цифры формулы, мы вот находим формулу, которую мы можем достаточно легко рассчитать. То есть, по сравнению вот с этим вот расчетом, когда надо 0, 9, 9, 7, 395 степень возводить, да? Здесь можно просто взять калькулятор и набрать на число. А здесь просто надо будет использовать, конечно, сложность матечки пакетов. Ну, это как уж желание будет. Можем написать, что это будет приближенно равняться 0, 16, 0, 6. Вот такая будет вероятность. Также я рассчитал вот это вот выражение. Я его рассчитывал при помощи пакет-математики. У меня получилось 0, 16, 0, 7, 8, 4. Как вы видите, эти формулы достаточно хорошо отражают ситуацию. И эффективность их использования состоит в том, что когда у нас нет пакета математика под рукой, то и у нас достаточно редко события удовлетворяют, во-первых, вот этому условию, что лямб равен 1 на p, да? Меньше 10. И p достаточно редко событий. То есть, вот эти первые условия, вот второе, да? То можно использовать эту формулу и таким образом сократить время на конечную расчет. Как мы видим, что здесь у нас идет отличие только в четвертом знаке. И то там отличие несущественное. Таким образом, можно сказать, что эта формула достаточно хорошо описывает ту реальность, которая нам нужна. Когда компьютеров не было, эта формула была, наверное, большим подспорьем для расчета вероятности достаточно большого числа событий, которые происходили в пределах производства, там, для анализа, для статистики и так далее. В общем, вот такая вот мультимация использует эту формулу. То есть, ну, учесть, что у нас есть два условия, да? И вот таким образом просто поставить и посчитать. Как видите, если, например, что мы учесть можем, вот 0997-1095 степень извести, это сложнее. Тоже какие-то еще приближения пользуются. Все, спасибо за внимание. Надеюсь, урок был вам полезен.